Об удорожании капусты не говорит сегодня только ленивый. Речь не о жаргонном названии валюты, а об овощи, который так любят россияне. Насколько обоснован рост цены и как выстраивается цепочка попадания на прилавок сезонного продукта, в очередной раз отправилась выяснять наша съемочная группа. Сергей Волков из Аликовского района занимается выращиванием овощей уже не первый год. В его хозяйстве, построенном по всем правилам современных аграрных технологий, уже есть овощехранилище. В планах постройка еще одного. Производство капусты дело хлопотное. Вовремя надо убрать, положить на хранение, а часть успеть переработать. Очень много капусты осталось осенью в поле. Очень много. В целом по России. Поэтому дефицит ощущается. Мы туда вкладываем свой труд. Удобрения дорогие, солярка дорогая, техника очень дорогая. При этом фермер отправляет машины с капустой ценой около 25 рублей. Какой спрос, такое предложение. Сейчас фермерское хозяйство друг с другом связь держит. Значит, если один отпускает по 25 рублей, другой никак не будет 20 рублей отпускать. А дальше в работу вступают посредники. Магазины, рынки, каждый из которых набавляет свою цену. Вот эта разница, она не должна быть очень большой. А у нас получается, вот сегодня мы видели, по 22-24 рубля реализуется капуста у фермерского хозяйства. В магазине она стоит 35-32 рубля. Если вот так напрямую посчитать, то это получается где-то 60% прирост. Иными словами, цепочку надо подсократить. И это уже задача профильного ведомства. К решению этой надуманной проблемы должны подключиться и районы. И пусть пока федеральные сети пытаются поставить барьеры местным овощам, их очень ждут на местных сельхозрынках. В Чувашии в эти выходные стартует акция «Покупай дешевле». Производители обещают продавать все по оптовым ценам. Медрик Валев, Ольга Пырычкина, Регина Кубайкина и Сергей Рябчиков. Республика.